Это 44-го. Наивные фашисты еще верят в победу Германии, а умные скупают недвижимость в Аргентине. Клубникин, нужно проникнуть в зал заседания немецкого генштаба и передать нам секретный план завтрашнего наступления. Ты должен открыть замок. Ты же слесарь, Василий. Не опозорь завод. Красиво! Клубникин! Что ты здесь делаешь? Отвечай, когда тебя спрашивают. Постойте, генерал. Отто, вы любите Шайзенбергена? Я восхищен. Это и моя любимая картина. Отто, вы плачете. Но мой фюрер, это же шпион. А вы, фон Штольц, навсегда останетесь бездушным воякой. Вам никогда не понять радость, наслаждение искусством. Отто, вы знаете, я сам художник, не только в душе, но и по образованию. Иногда мне кажется, что этим и нужно было заниматься. Отто! Скажите, а может, вы тоже рисуете? Отто, вы должны нарисовать меня, мой портрет. Пойдемте. Васильеву было приятно, что сам Гитлер, не последний человек в Германии, просит оказать ему услугу. Но какую? Играет музыка. Разведчик Клубникин не умел рисовать. Гениал, Отто! Зато слесарь Клубникин отлично умел чертить. Хороший мальчик. Вот истинный немец. Точность и достоверность. Именно таким и должно быть искусство Третьего Рейха. Браво! Я назову это направление посттехно-чертицизм. Отлично, Отто, я горжусь вами. Сохраните эту картину, вы станете богатым, Отто. Она станет бесценной. Но за красотой чертежа Гитлер не заметил главного. А именно подробного плана наступления. Чертю Советскому Союзу. Стой! 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 Свои концерты! Стой! Стой!